Сексуального маньяка, напавшего на 10-летнюю девочку, разыскивают в поселке Горбатовка. Сотрудники полиции второй день проводят там масштабные проверки, надеясь выявить мужчину, напавшего на ребенка. Есть фоторобот подозреваемого, но каких-либо четких данных пока нет. Вдоль переезда, говорят, между Доскино и вот там есть следующий переход на село Победа. И где-то вот между этим. Пошла девочка по рельсам, на встречу ей попался мужчина, разговорились, он спросил, куда идешь. Она сказала Доскино, а он сказал, что он с Победы, отсюда вот с нашей стороны. Он ее изнасиловал и бросил с рельса вниз в обрыв куда-то, в овраг. Если она показания дала, значит, наверное, до дома дошла. Про маньяка я слышала давно, я как-то шла с Пятерочки, вот здесь у нас рядышком есть Пятерочка, ко мне подошла девчонка. Говорит, можно я с вами пойду? В начале весны, говорит, подходил дядя, мы с подружкой играли, подходил дядя, говорит, пищу показываю. Я говорю, ну пойдем, я тебя проведу. Потом еще второй эпизод, вот у меня муж им давал показания, то есть приезжали сюда полиция. Мы как-то езжали вот здесь вот в кустах, в пролеске, тоже мужчина какой-то шел. Ну по описаниям, по фотороботу, который сейчас показывают, вот прям он. Но мы тогда как бы и не подумали, что это может быть в дальнейшем. Бутылка пива в кепке, вот все как на фотороботе. Всю информацию, какая может быть, предоставили в следственные органы. И сейчас идут определенные мероприятия, поэтому я никаких комментариев не даю. Говорят, что в больнице девчонки, то есть оказывают врачебную помощь психологическую. Конечно, вся Горбатовка у нас была мучена, все переживают. Насколько я знаю, еще не нашли мужчину, но вот вчера был полный аврал. То есть приезжала полиция, нас с мужем с работы тормознули тоже раза три, проверяли все машины. Никто не провозит его с собой, не прячет. По домам тоже ходили. Кстати, так как дело касается несовершеннолетней, то правоохранительные органы никаких комментариев не дают. Продолжение следует...